воскрес воскрес о с так вот я остановился на использовании мощей в престолах да в престолах значит в традиционном православном служении и это конечно так вот довольно таки серьезная проблема потому что это реальная настоящий оккультизм в христианской под христианскими знаменами как бы да и люди тем самым просто-напросто попадает в оккультную зависимость не понимая о том что это серьезная угроза для них наш обыватель обычно даже не понимает что в церкви может что-то ему плохое предложить и думает что если это в церкви это уже древние значит это уже уже христианское и это хорошее но к сожалению много очень накопилось такого что просто даже оккультного откровенно культного и вот как раз использование мощей это пример наглядный пример оккультизма в историческом христианстве кстати католические церкви вот новые католические церкви которые строят их уже строят без мощей и больше того в престолах у них нет мощей то есть после второго ватиканского собора после 1965 года уже на счет решения собора в престолах у них нет мощей то есть вот я допустим проповедовал в кассе в костелах католических в 65-м году 67-м годах а были вот эти решения принята католическая церковь официальная и с тех пор в церквях новых в храмах костелах которые строились и строятся по всему миру уже нет мощей для поклонения там нет в престолах мощей хотя в старых костелах сохраняется и конечно же значит у которых тоже эта проблема сохраняется в целом но вот я был сам в и в польше проповедовал в костеле в костелах значит варшаве на счетом и в украине в польских костелах и у них нет мощей и мы просто проводили такое служение такое очень такое ну как евангельское служение такое близкое понятное мне и всем людям там слава богу мне очень понравилось то все конечно тем более я вообще приехал в украину по приглашению католической церкви в общем-то в 97 году и один священник католический риммо-католический отец йозеф гунчага он собственно меня их сосватал приехать в украину то и когда я приехал я очень сильно порадовался тому что именно как раз католические братья значит во многом я познакомился с католиками харизматиками они были на таких позициях евангельских они говорили о христе проповедовали значит больницах значит там там один из этих священников брался бы гитару мы шли посещали людей молились за них на счет переписал мы начать мне тоже очень понравилось что люди открыты по сравнению с застоем какой я видел вот в рпц значит здесь я увидел конечно же такую жизнь по сравнению это было но для меня было шоком тем более что я служил полтора месяца получается в костеле польском костеле здесь в украине в киеве значит на шапитовской улице костел воздвижения креста господневой и там это польский костел польский монастырь кармелитанского ордена и по благословению епископа католического я как гость был там и служил польскую мессу эту с ними и значит проповедовал там когда были праздники то меня переводили на русский язык а так в принципе в будни приходили многие наши значит украинцы русские и поляки или же украинцы польского происхождения так приходили поклоняются к сожалению да вот с этим да вот матка босс когда матерь божья да там вот это розарий хида это меня добивало конечно они как сядут и здрава шмари и ласки певна пан с тобой и вот и начинают начинают молиться но некоторые священники говорили что это как бы это дань традиции какой-то что ли но мы же все-таки католиком не только харизматики мы еще и католики но вот такая двойственная позиция она меня вот настораживала напрягала все время и сделал невозможным дальнейшее наше такое сотрудничество хотя дружим там общаемся допустим но вот более тесно не получается потому что ну как же про фаму и про ерем узнаете ли будем насчет так вот собираясь вместе вроде когда христе говоришь тогда все нормально но как только вот эти вот частности начинаются они начали говорить и допустим собрались на молитву однажды молитва была единство христиан разные динаминации собрались и я думала начнем как раз нос сочинаж может быть там что-то еще нет как раз вот именно там один из священников предложил давайте начнем с розария начать давайте и там минут 30 только один розарий повторяли на счет но как бы и люди пониматели вот пришли с других конфессий посмотрели посмотрели как бы ну и нечем нечем совершенно даже как бы и хвалить это было жалко конечно тогда и пастор сандрея приглашал в костел как раз насчет через меня попал как раз в костел и туда и и проповедовал там костеле ему дали слово там потом другие пастыря некоторые попадали тоже я приглашал их вот ну как я как гость но я допустим рекомендовал настоятелю монастыря проповедников некоторых и не сразу но братья соглашались таки и настоятель давал добро а мне очень польский понравился язык вообще очень богу служебный этот язык там же все на польском языке служение совершалось очень и мне это пригожено пригождалось и потом пригодилось когда в польшу поехал уже сам уж как епископ реформаторской православной церкви это очень понравилось и пригодилось я проповедовал на польском радио там насчет и каждый вечер в прямой трансляции значит начиная не дали час ну там с рекламами со всеми но минут 40 не было точно времени каждый вечер на счет я говорил слова на русском языке но его русский мой приглушали а переводчик говорил уже громко на польском языке но я каждый раз начинал значит именно получается с какой-то польской песни каждый вечер и судя по отзывам на радио на радиостанции приходили отзывы разные от поляков не только польских но и американских поляков много было отзывов интересных им было интересно что приехал такой русский проповедник значит и на польском поет это не очень необычно если открывало сердце да это очень хорошо даже пальма польское сердце да я очень я очень люблю особенно пиша мне вот это так нравится рождественская как раз время было как раз christmas time я спел там рождественские некоторые колядки эти польские джишай бетлеем джишай бетлеем весола новина же пана чисто же пана чисто породжила сына христус чероджена со свобод же ангел играю круле витаю паста же блинкаю сюда сюда оглашаю очень красиво когда это все поется там а так вот я пел такие народные польские некоторые песни но христианские таких с таким христианским смыслом которые были то что я выучил в костюле здесь в украине очень по очень пригодилась там уже в самой польше да и в америке уже проповедовал в костюле католическом насчет тоже польском значит и как раз вот именно тоже тоже очень сильно пригодилась я там значит вступление этой мессы спел там пан из милущей на дна мы христа из милущей на дна и да и дальше дальше все это спел а их это так это но начать обрадовал даже надо же вот приехал гость они там еще в рекламе там указали что насчет архиепископ русской правоославной церкви грудь не русская реформаторская но они как бы ну не поняли там видимо что написали так думаю надо же получилось так от от имени русской правоославной церкви получается получилось выступить подпевали да подпевали и насчет потом насчет благодарили тоже до молились молитвы покаянием и молились вместе все вместе тоже кстати в иллиносе там в чикаго там много чем поляков польская диаспора большая там значит и много костелов значит и познакомился там вообще-то я приехал туда в харизматическую правоославную церковь харизматик артодокс черч вот и но попал их католическим харизматиком и вот мне что порадовал меня что да у них нет этих мощей для поклонения хотя с другой стороны да рядом есть большой старинный костел где там и мощи там и гробницы выставляете для поклонения то есть ну как бы вот пожалуйста у канука только есть выбор вам уже ходить в костел где нет мощей и где есть эти мощи пожалуйста ему тоже предлагается вариант а в православии без вариантов вот везде мощи как бы и везде мерзость такая запустение на святом месте как бы как можно сказать то есть люди идут в христианскую церковь а падают а попадают в оккультные проблемы значит да я сказал что гробик ставится такой посреди прям и а больше того еще на самом престоле на который ставится хлеб и вино да потир то есть чаша такая чаша с вином и диска с хлебом а так вот на самом престоле шелковый такой платок плат на нем изображено тело мертвое тело иисуса в гробу и насчет в теле иисуса здесь где-то вшивается такой мешочек небольшой с костями тоже человеческими там ну когда мы зашивали туда значит там была фаланга пальца значит человеческого и мы прошивали это ниточкой контроль на такой ну для чего эти мощи в теле как бы иисуса да чтобы вот как бы вот чтобы опять таки еще раз подтвердить что дух святой как бы обязательно сойдет он обязан будет сойти потому что вот у нас все эти вещи есть вот мощи здесь мощи здесь вот а под да на сверху антиминс с мощами там немного совсем мощей потом значит по центру престола гробик уже там много мощей а внизу ямочка такая а ямочка она такая мистическая вообще такое святое место даже написано когда если священник туда как-то просовывать руку вынуждена иногда в эту дырочку то насчет он должен со страхом божьим на счетом как бы начну как бы как бы святое святых туда пролезать а зачем в эту ямочку ссыпаются всякие допустим такие вещи которые ну нельзя никуда больше ссыпать допустим это разработано тоже в книгах богослужебный даже называется известие учительное что когда муха допустим если муха упала мало ли бывает всякое у меня не было такого правда бог миловал знаете ли от насекомых таких попала в чашу допустим с вином если она упала то надо с ней что-то делать вообще потому что она уже как бы осветилась до муха муха в шоке да но судьба мухи была различной и и сейчас тоже икона вильзи вулу да значит облеплены мухами да но в общем то судьба мухи различные различные было и сейчас есть допустим если она упала в начале служения это одно еще до благоставения чаши если упала после благоставения но еще до освещения там другая судьба а если упала после освещения уже все мухи не жить точно значит но и и петел уже священно считается вообще насчет их что было было продумано так что если она упала еще до благоставения вино мало ли ее можно так отбросить и как бы все выбросить как бы ничего с ней не будет но если она упала после благоставения обычно как раз чашу наливается вино и потом мы сразу благоставляется значит тогда значит муха уже благоставленное считается что ли тогда уже начать она в благоставенном вине уже поэтому ее нужно убить ее однозначно достать ее убить ее на счет и на счет ну спалите и полу получается акта не кстати если она упала после молитвы уже определенный то она уже вообще уже осветилась уже и уже нужно ее жечь на специальном священном камне там в алтаре плинфа значит и ее пепел уже считается священным уже и нужно туда высыпать именно вот совочком золотым совочком вот туда вот в эту дырочку как раз наподобие да там столько много этих телец этих да вот но опять-таки да это любимый наверное даже жрецам вели зевулу не снились такие как бы почести мушиные вообще навозные да но кстати еще нюанс если муха упала после именно благословение после освещения имена то муху не надо было не просто убить и жечь а еще и обсосать ее надо было смачно но там есть поправки правда на эти правила есть другие правила еще есть поправочки допустим написано ащи смертоносно есть то есть может не муха а может такое что такое ядовитый да ты же уже обсасывать да значит там значит позволяется в таком случае насчет ее там двойной там обвите на счету все продумано а насчет дополнительные салфеточки насчет и тщательно сжечь надо и все это опять таки вот а если или допустим не может священник допустим да обсосать ее должен дать дьякону нам муха в шоке но это не это это в алтаре это за закрытыми дверями а дьякону а дьякон обязан уже его уже такая работа уже назвался груздем полизай в кузовок вот а вообще-то задели что там но я был готов морально даже таким вещам но хотя слава богу помиловал меня помиловал и от этих гадостей уберег просто-напросто вообще да вот такие дела это похоже на старые помните это еще кто помнит анекдот такой советский еще когда три мухи встречаются да одна такая жирная другая средняя третья так а тощая такая жирная ягод питаюсь в ресторане ягод летаю летаю потом бац в тарелку с супом и меня раз отставляют в сторону ягод наедаюсь а средний год но я в рабочей столовой упаду мне так ложечка раз в сторону ну и мне хватает на жизнь вот а третья ягод какой-то там столовой там студенческой упаду меня в сосуд еще и выбросил похлебать не получается толком да это последний на это православная муха такая церковная не только мышь повесилась даже муха это обсасанная да но такие извращения религиозные процветают а почему потому что вот преданием эти предания якобы это все передано чуть нет апостолов значит но вообще ну бред не раз могли апостол учить таким вещам вообще разве значит ну ну то понятно восток там много насекомых всяких мухи допустим насчет но если там даже в чашу и упала к этому ха не думал что иисус говорил на абсосе а потом до грубая обида вот но вот такие предания не рождались вот особенно в средние века их много стоп был написано что просто ну там где выдаешься вообще вот такой миф от творчества на теле да но насчет духа святого получается вот в среднем веках когда все это создавалось эта модель знаете представляли такой энергетикой которая обязана прийти когда вот есть мощи есть определенная молитва и хлеб и вино благоставляются и якобы дух святой обязан прийти вот на на все в этом совершается хлебопреломление причастия то есть вот вы теперь понимаете надо что для миллионов православных христиан реальная оккультная проблема даже в элементарном причастие я понимаю конечно многие люди они конечно же не знают о тех подробностей они вникают в эти подробности и конечно я знаю многие люди от может не так многие но но я мог узнаю они даже приходили в храм и приходят пору эту именно богу ища бога знаете даже среди вот этого ужаса среди этого оккультизма но они искали бога и ищут бога и я убежден что бог находят друга этим сердцам и если не путь они них ты получают что-то насчет в свою жизнь насчет выхода благословения но не благодаря этим мощам не благодаря а вопреки и знаете ли вопреки вот этим вот этому оккультизму как допустим там есть такая история в петербурге она очень такая популярная мы вообще в российском православии очень популярная история называется икона нечаянная радость с грошиками что на стекольном заводе нечаянно радости как бы ну вот мария она нечаянно обрадовалась и вот но вообще-то радость такая нечаянная какая была там значит история такая очень интересная одна женщина вдова в петербурге значит ее муж погиб был солдатом погиб там где-то в крымской компании по моему и вот она она одна и большом городе и как бы средств очень мало осталось для проживания а дальше некуда неоткуда брать и вот значит и она последние свои грошики эти вот в общем с грошками называется она принесла в храм положила возле иконы значит этой нечаянной радости там почитаемой этом стекольном заводе где муж и там раньше работал и она плакала молилась и до тех пор пока я уже там уже сторожа закрывал уже храм уже ее уже попросили уже выйти просто из храма вот она там молилась и так оставил эти грошики там и в эту ночь была гроза там так пишут значит интересно все совпало интересно и молния ударила прям значит в храм значит пробила на счетом окно значит и ударила прямо вот в это место где были грошики эти грошки отлетели они в липе влипли значит в саму икону так что вот икон так называется икона с грошиками а вот значит и как раз на следующий день было чудо такое для этой женщины потому что я нашел один инвалид ветеран офицер которому оказывается муж ее спас жизни значит и он значит не бедный человек просто когда ее муж вытаскивал его как бы из-под огня значит и сам смертельно был ранен то он еще попросил значит этого офицера значит только спасем могу ли чем помочь вообще-то тут у меня жена в столице значит дети на чем только фамилию сказал там как бы и вот он как бы со временем на щит поправился сам тоже значит вот решил найти его жену насчет и как бы отблагодарить как бы и вот значит он отблагодарим их значит там их пристроил на счет как бы в люди вывел их на прочие и вот как бы когда она рассказал эту историю, что когда узнали, что была молния, и что грошики эти влипли в икону, для этой иконы сделали из золота, серебра клад, потом стала еще более почитаема, эта икона, якобы она дала ответ. Понимаете ли, хотя видим, что не благодаря там иконе, допустим, был этот ответ, наоборот, там молния ударила прямо, значит, там, и... Но благодаря Богу, вопреки этой иконе, вопреки этому всему, но Бог-то видел сердце этой женщины, что ей некуда было идти, а на последний свои игрушки отдала, положила возле этой почитаемой иконы и все, вот как бы. Но всякое даяние благою и дар совершенно исходят от Отца Светов. А в этой истории, она очень такая, знаете, такая, ну, говорят, она же документальная даже, потому что там, как бы, это записано там в летописи у них этого храма, и она стала таким очень, ну, издавалась отдельной книжечкой, там, еще до революционной России, как бы эта история нашумевшая была такая. Но, как бы, опять-таки, это не пропаганда, должна быть икона почитания, а именно с пониманием нужно отнести здесь, что от Отца Света всякое даяние благое, и дар совершенно свыше сходит. Да, в моей жизни тоже были некоторые чудеса, которые я приписывал некоторым, ну, может, не иконам, но святым, допустим, Пателемону, мученику, а потом приходило у меня понимание такое, что это было не благодаря молитве моей, там, перед этими мощами, там, или этому Пателемону, мученику, или перед иконой, а просто благодаря Богу, милостью его, да, вопреки даже. Хотя были вещи и оккультные тоже в моей жизни, к сожалению, религиозно-оккультные, но это отдельная история. Да, и в это же самое время, друзья мои, в это же самое время рождались многие другие неправильные такие обряды, традиции. Вот у меня здесь интересная такая подсказочка, интересный один из слайдов есть, называется «Крестное знамение». Очень интересная тема такая. Вот сегодня тоже мы с этим будем сталкиваться и сталкиваемся постоянно, да, что люди очень верят в силу крестного знамения, да, креста. Вообще, бесы крестов не боятся. Это официально заявляю. Бесы лишь одного имени Иисуса Христа боятся и освобождение происходит именно во имя Иисуса Христа, но не через кресты. Даже, скажу так, что лишь в фильмах ужасов каких-то, или в житиях святых, бесы крестов боятся. И то, фильмы ужасов, допустим, такие более старые какие-то, уже новые, уже там уже более продвинутые бесы такие, значит, как бы и зомби там, и эти вампиры, уже как бы и Христов уже не боятся уже. Вот. Да. Это старые представления голливудские. Вот. Но раньше там от заката до рассвета там делал какой-то крест, он все, он лопается там, взрывается или что-то еще. Вот. Но то, что хорошо в фильме ужасов, допустим, или в жития святых, в честь этих минеек, то нехорошо в реальной жизни. Для реальной жизни крест не самое лучшее оружие. Вот. А лучшее оружие наше это Иисус Христос. Иисус Христос. Именем моим, Иисус говорил, будут бесов изгонять. Именем моим. Не крестовым, не чем-то еще. А именем моим. И, друзья, ну откуда пришла традиция крестного знамения, знак креста? Откуда она пришла? Она пришла явно с других религий, как религиозный плагиат, вообще-то. Исторически очень четко это прослеживается. Христиане первые ничего не знали вообще о таких традициях, как вот крестное знамение. Не только первых 300 лет, но еще в честь в этом столетии, когда уже была свобода, не знали ничего о крестном знамении. Хотя в средние века, чтобы придать этому учению древность, налет древности, переписывали жития святых некоторых и добавляли туда, допустим, о кресте, о крестном знамении. Допустим, жития мученика Георгия, которого замучили римские палачи, когда переписывали в средние века, то дописали там такой интересный эпизод. Эпизод там был следующий, что его, как благородного человека, его приняли, ну, решили убить римляне, дали ему яд выпить, и он выпил и остался жив. Он помолился, благословил Бога, и выпил и остался жив. Ну, написано в Писаниях, да, что если смертоносные спьют, то не вредит им. На самом деле, возможно, могло быть и так даже. Но в средние века появляется новый эпизод такой. Оказывается, якобы Георгий, он еще перекрестил чашу на глазах у всех людей и выпил. И вот якобы крестное знамение, как помните фильм, да, Иван Васильевич, меняя профессию. Вот что крест животворящий делает, да. Вот как бы маленький, да, нюанс, но уже другое впечатление совершенно. Вот потом много других историй переписывалось именно вот с целью, чтобы подтвердить древность силы крестного знамения, вообще-то крестного знамения. На самом-то деле, лишь в конце четвертого-начале пятого столетия впервые, опять-таки, на волне вот этой же, что и многобожие, допустим, да, крестное знамение появляется впервые вообще в истории христианства. Его стали употреблять. Конец четвертого-начало пятого столетия. И откуда оно пришло, точно неизвестно, но почти сто процентов можно утверждать, что это религиозный плагиат, потому что разные религии использовали знаки крестов. И, допустим, метроизм, метроизм жрецы, митры, особенно эти метрополиты, так называемые, это верховные жрецы митры, божества, значит, они назывались метрополитами, кстати, это тоже не христианское название-то, то они использовали знак креста тоже, именно при помазании на лбу изображали знак креста. Один из символов бога митры, это знак креста, собственно, тоже это известно факт, жрецы митры носили на себя кресты тоже. Потом, значит, солнцепоклонники тоже использовали всевозможные вот эти религии, солнцепоклонников, использовали крест, использовали свастику, использовали разные виды крестов, вот ныне известный как Андреевский крест и прочие виды крестов использовались с незапамятных времен. Вообще-то, если поглубже копнуть, то даже еще в древнем Вавилонии и Шумере археологи находят на грудной эти кресты жрецов, значит, и в Берлине пергамон-музеем, там я был на этой выставке специально, как раз музей пергамы Востока, там целые витрины, на слайдах они у меня тоже есть, кстати. Я, наверное, даже слайд-шоу перепишу вам для пользования, вы сможете потом это все дома просматривать, потому что там по тысяче всяких слайдов, значит, и текстовых, и, значит, и картинок. Дома посмотрите у себя на компьютерах. И там есть такие слайды, где, значит, как раз показываются именно как раз вот эти древние шумерские вавилонские кресты, которые носили жрецы на себе, и, пожалуйста, значит, как бы, это было знаком, значит, вот этого фамуза, называется, или тамуз, тамуз это, значит, солнечный бог, божество, значит, нешедшее, как бы. Ну, там такая история запутанная, вот эта семирамида, она была женой Немрода, того самого Немрода, описанного в Библии. Кстати, в еврейской энциклопедии, значит, изданной в Иерусалиме, говорится, что Немрод первый в истории человечества тиран, который от Бога попытался человечество отвлечь как раз. Именно с именем Немрода связывают как раз появление первых религий, противопротивовес истинной вере в Бога вообще. Немрод, он был, как бы, первым антихриста, можно так сказать, вообще в истории человечества. И в еврейских преданиях, записанных и в Талмуде, других писаниях, очень подробно, как бы, можно, не подробно, но можно прочесть очень такие страшные слова о Немроде вообще, о том, что это была за личность такая. Но, и вообще в преданиях еврейских очень много об этом есть. Но, конечно, вот в этой энциклопедии еврейской было очень подробно описано мнение разных и древних раввинов о Немроде, что именно Немрод являлся первым таким отступником, который решился на культ. А его жена Семирамида, вот эта Богородица, собственно, она после смерти Немрода, она или забеременела ее, родила, или уже была беременна, там история такая смутная. Она родила ребенка после смерти Немрода и объявила, что это есть воплощенный Немрод. Немрод вошел на небо, стал богом, солнцем, и вот он родился через нее, то есть он получился, Немрод получился и ее муж, и ее сын, то есть вот, да, и бог, вот все. И, а сама она, вот эта Семирамида, заняла центральную позицию вообще и в государстве, и, значит, и в религии. Значит, именно в Вавилоне, в древне, это времена этого столпотворения, сотворения этого столпа. Знаете ли, именно тогда уже жертвенники вот этой Семирамиди были поставлены? Это первый культ Богородицы, вообще известный в истории человечества. А после Вавилонского столпотворения, так считают христианские историки, разной динаминации, именно как раз вот этот культ, он был разнесен в разные народы, в разные стороны, получается. Поэтому этим можно объяснить, почему в разных совершенно далеких друг от друга уголках Земли появляется тот же самый культ, одинаковый, ну, с разным названием, разный немного там, ну, в нюансах, а в целом один и тот же культ, тот же самый. Я уже говорил, да, Богородица в Китае назывался на Шингму. Кстати, это было вообще скандалом даже, вот, в более позднюю уже эпоху, когда в Китае прибыли первые миссионеры иезуитские, да, то они в храмах древних этих китайских обнаружили древние изображения Мадонны, Богородицы. Они были в шоке. Родилась такая легенда, они привезли даже в Европу такие изображения. Родилась легенда в то время, это было в каком, 17-м или в каком столетии, не помню сейчас точно. Легенда гласила так, католическая, что якобы Богородица Мария, она каким-то образом побывала в Китае с проповедью. И она как бы говорила им, китайцам о вере. Китайцы слышали звон, да не знают где он, как бы, они все забыли, но в их памяти сохранился образ. Вот эта Богородица с сыном, младенцем Иисусом на руках. Они назвали Шингмун, святая матерь, но как бы вот, а уже в 19-м столетии было доказано научно однозначно, что эти изображения, выдаваемые за ранние христианские, были сделаны за тысячу лет до нашей эры. То есть задолго до рождения самой Марии и Иисуса и никак не могли быть ранними христианскими изображениями. То есть это было уже в 19-м столетии. Но пару столетий удалось религиозным аферистам обманывать население и как бы, понимаете ли, где-то стопорить реформацию, потому что это было аргументом контрреформаторским. Ага, вот вы говорите, не было раньше древних изображений, а мы нашли древнейшие изображения вообще. Вот так вот. Это как пытаются современные аферисты религиозные тоже обманывать население и говорить, вот есть же древние христианские изображения в тех же самых катакомбах, вот древние изображения там Иисуса в виде пастуха, древние изображения там, значит, там Богородицы, второго, третьего столетия, чепуха на постном масле. Ничего такого близкого даже нет вообще. Если есть изображения, они не христианские однозначно. Там, как может быть это Иисус, если там подписано, прямо написано автором же этого рисунка написано Орфей или там Гермес, там подписано именно, а говорят, ну это как бы это конспирация, а художник все-таки имел ввиду Иисуса. И Гермес изображали именно как Гермеса, Орфей именно как Орфея, то есть там со всеми атрибутами его. Вот, и выдавать это изображение за Иисуса, как делают, значит, к сожалению, католические многие православные авторы, историки, это нечистоплотно вообще. Это исторически просто безграмотно. Но это на руку религиозным мошенникам, аферистам всех мастей. Чтобы обманывать население сегодняшнее. Так вот, крестное знамение, мы не знаем, откуда оно пришло точно, но однозначно, что с десяток добрых вот этих религий Рим, которые Рим знал, так или иначе использовал крестное знамение. Частично ли, на лбу ли, нарисовано ли, либо знак креста на сосудах, либо, то есть, но делали руками. Чаще всего это было двоеперстие. Двоеперстие, два перста, два пальца, то есть, двухпалечное, можно сказать так, проще, благоставение. И вот такое. Два пальца, жрецы складывали так, и вот так. И это считалось обычным знаком еще с незапамятных времен, еще до нашей эры задолго, эти знаки использовали. На иконах есть, на древних иконах православных именно такие знаки есть. Допустим, вот здесь вот есть некоторые святые у меня на слайдах, на слайд-шоу, которые именно таким образом. Потом, есть такие стилизованные уже, три пальца, но один слегка, значит, так вот. И есть такие, есть вот такие. Но, хотя, вообще, в целом, для православных древних было характерно двоеперстие, вот такое, все-таки. Это, значит, древний знак, еще использовался тоже с незапамятных времен. В Греции использовался он, значит, и времена Сократа, Аристотеля, там, и прочих философов. Да, но те, насколько я понимаю, не вкладывали в них магический смысл, но религиозные вожди, именно вот жрецы, вкладывали именно магический смысл вот в это крестное знамение, силу крестного знамения. В христианство пришло это вот именно вместе с идолопоклонством. На Руси, на Руси таким пропагандистом, агитатором вот этого силы крестного знамения был такой некто Иоанн Новгородский. Иоанн Новгородский, он архиепископом был, значит, и сильно очень верил, говорят, сильно верил в то, что крест, он против бесов оружием является, и когда мы рисуем знак креста на себе, или там, допустим, да, или как-то еще, то это мы как бы бесов как бы обезоруживаем, что ли, печатаем, запечатываем. И вот сам Иоанн, есть такой эпизод, он официально святой в православной церкви. Значит, в Византии были похожие эпизоды, но на Руси вот именно связано все с Иоанном Новгородским, архиепископом. Так вот, этот Иоанн, он все крестил, куда бы он ни шел, садился, крестил, кушал, крестил, все, значит, сам крестился постоянно. И, ну, два перста было в то время. И вот, и однажды, есть такой эпизод, однажды он взял, там пошел умываться, и перекрестил этот умывальник, и вдруг оттуда что-то запищит, завяжет, он там, что это такое, кто это? А оттуда ему говорят, прямо, значит, из этого умывальника, что я, бес, я хотел тебя испортить, а ты меня запечатал, говорит, хорошо, значит, а что теперь с ним делать? Он не знал. А оттуда голос из умывальника следующий, что, отпусти меня, старче, я твое желание исполню. Да, ну правда одно, не три, значит, да, видимо, такой жадный был, такой бес такой, значит, одно желание такое, джин такой, да, хитрый. И вот, значит, но, а у Иоанны, как раз этого, новгородского, у него накануне была огромная мечта такая, появилась, желание такое большое, съездить в Израиль, в Иерусалим, вот, но по тем временам это было, тем более в его возрасте, это было как бы, ну, почти что неизбыточной мечтой уже. И вот, и он сказал, а ты можешь меня свозить в Израиль, в Иерусалим? Нет проблем. Одну ночь, мы туда и обратно, беспересадочный перелет. Да, и вот, каким-то, каким-то образом этот архиепископ распечатал беса, наверное, как вот эти вот суеверные старухи, они там задом, наперед крестят все, вот как бы, чтобы распечатать, как бы, запечатать так, а распечатать, значит, так получается как-то. И вот, распечатал этого беса, тот обратился в какое-то средство передвижения, ну, как может ковер самолета, не знаю на что, значит, или как в акулу за червичками, да, в Санкт-Петербург летал, ну, вот, и, значит, или на метре, как Гарри Поттер, значит, сел на это средство передвижения и полетел из Новгорода в Иерусалим. Да, якобы прилетел, бес там ему, как опытный экскурсовод, все показывал, рассказывал, то, значит, крестился, молился, значит, там, значит, и как бы, значит, ну, и радовался. А потом ему этот самый бес, этот Малок, там, или как его звали, там, значит, он говорит, слушай, говорит, у нас скоро петухи запоют, пора уже в обратную дорогу, а то мы можем как бы не долететь, как бы, да, экскурсии пора заканчивать. И вот, ну, и хорошо, значит, сказано, сделано, он сел снова на этого беса, бес понес его, принес его в Новгород, они успели прям к рассвету, и, ну, как говорится, по копытам, да, хай-файв там, пора расставаться. А, значит, этот бес, значит, говорит ему, Иоанн, вот в нашем контракте, был еще мелким шрифтом, там тоже кое-что записано, одним словом, он говорит ему, что, значит, теперь ты выполнил мою просьбу еще, а если ты выполнишь мою просьбу, у тебя будет бонус, я сделаю тебе очень хорошую такую награду вообще, я говорю, значит, а тебе такую молву пущу хорошую вообще, что ты такой святой человек, и ты будешь жить вообще без всяких искушений, и всевозможных испытаний, вообще, ты будешь окружаться, отовсюду будешь, как бы, значит, этой молвой хороший, это понравилось архиепископу, вот, хорошо договорились, нет проблем, договорились, и первые годы якобы этот архиепископ, этот договор выполнял, то есть, он молчал, но у него язык чесался, язычники же, да, языки вот такие вот, надо все это рассказать все-таки, и он однажды решил так смудрить, як Павел, ну, вот, как бы, знал человека, я, однажды жителя города Новгорода, который в теле, не в теле, не знаю, но побывал однажды, вот, в такой ситуации, ну, а кто-то сказал, ну, а это не вы ли, ваше высокопреподобие, ну, ты говоришь, значит, ну, а бес-то тут как тут, и стал ему вредить, и там в житии этого Ивана Новгородска написано, что он стал вредить ему каким образом, по его келье разбрасывать женское белье нижнее, значит, значит, и как раз посетители приходят, понимаете, в его офис, значит, а здесь такой кавардак, ну, ну, понимаете, значит, да, слух пошел по Новгороду, что епископ-то блудник, собрали новгородцы даже вечи по этому поводу, вечи порешил очень все быстро, возмездие за грех, смерть, им дальше там не объясняли все это, и они, значит, посовещались, проголосовали, решили епископа, значит, утопить, да, пришли, значит, к его келье, к его офису, и вдруг его, значит, келья распахивается, дверь, и прямо перед толпой, вот такое зрелище, значит, стоит девушка, в чем мать родила, значит, и о, с поличным поймали архиепископа, ну, девчонка побежала очень быстро, они за ней, да не тут-то было, видимо, комсомолка, спортсменка, там, попробуй, попадись, там такие, ваххабиты бегут, там разорвут, и девчонку-то утопят, значит, короче, она убежала, вот, но архиепископ, он был не в спортивной форме далеко, значит, был уже старый, уже, его за бороду, и повели на волков топить, но он попросил слово последнее, ему дали-таки, и он там такую речь сказал, что вообще толпа плакала, и аплодировала, и в конце концов, его отпустили вообще, а после смерти даже канонизировали, как великого святого чудотворца, ну, чудил дедушка, конечно, чудотворец, Иоанн, а что же он сказал, он объяснил им, что вообще, он всю эту историю, все рассказал, покаялся, перед ними говорит, что вообще, это было не девушка, это был бес, просто материализовавшаяся вообще, ну, я же не поддался вообще, слушайте, и толпа охала и ахала и аплодировала, и думали, вот, какой наш архиепископ чудотворец вообще, да, и вот как раз вот это чудо, значит, чудо, как бы, вот его, как бы, да, особенно вот с этим умывальником, когда он запечатал беса, говорят, вот видите, силы крестного знамения, да, там надо что-то сделать, силы крестного знамения, да, а, можно так сделать, да, 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 седьмой, и вот, на самом деле, люди в это верят, но потом пошло уже, двоеперстие, на троеперстие поменяли, это было уже, каком-то, семнадцатом столетии, да, но это было вообще, событием таким, ну, вообще не ужасным, да, почему, потому что столько крови было пролито, не поверите вообще, люди считали, что вот это символ веры, как бы, их, один из идеологов старобрячества, то есть староверы, это те православные, которые сохраняют православие, каким оно было, вот таким древним, дремучим, вот таким вот, с самого начала христианства, на Руси, и вот до Петра Первого, примерно, вот до времени его, вот такое православие сохраняют, их немного, этих сект, но, хотя, как сказать, считают исследователи, до 50 направлений могло быть, старобрядцев вообще в целом, сегодня, там, есть три основных, таких больших течения, старобрядчества, я встречал староверов, и в России, и в Украине, вот, в Вилково, в Одесской области, значит, да, пожалуйста, там тоже староверы, потомки старобрядцев живут, потом, значит, на Аляске, в Австралии проповедовал, среди старобрядцев, потомков староверов, они, правда, такие староверы, как я, балерина уже, но, они себя тоже нравятся, мы староверы, мы старобрядцы, ну, хорошо, значит, но, по крайней мере, я проповедовал, кстати, вот этот крест, это тоже старинный крест, ему больше уже 300 лет уже, вот этот, тоже старобрядческий крест, можно так сказать, то есть, вот тех времен, как бы, и, знаете ли, интересно, вот эта трагедия, что меняли обряды, людям не объясняли, зачем, почему, вот два пальца, три пальца, ну, вот так сказали, власти так повелели, чтобы единобразие такое установить, вместе с греческой церковью, одних обрядов, сотни тысяч людей были убиты, или вынуждены бежать, из царской России, я разговаривал с одним из историков, старобрядческого братства, старобрядцем же, Сергей Дурасов, есть такой в Москве, из старого, староверского рода Дурасовых, так вот, значит, и, по мнению этих историков, порядка миллиона, старобрядцев было репрессировано царским правительством, начиная с, Алексея Михайловича, отца Петра I, и заканчивая, последние такие, массовые такие убийства, староверов, были именно, когда, да, при Николае I, начало 19-го столетия, ну, до середины 19-го столетия, продолжались эти, вот, казалось бы, да, два пальца, три пальца, тысячи людей сжигали на кострах, один из идеологов, этот, значит, старобрядчества, был протопоп Авакум такой, я могу тоже о нем пару слов сказать, этот протопоп, ну, старший поп, старший батюшка, как бы, да, он был выслан, его морили голодом, там, в тюрьме держали долгое время, потом сожгли вместе с друзьями, и когда его сжигали, его связали руки, и сжигали, то у него, как бы, ослабли руки, значит, веревка перегорела, как бы, и он, как бы, смог из костра, прямо из костра, последнее сделать, руку поднять, как бы, в таком перцесложении, и крикнуть успел, как бы, люди это слышали, как бы, сохранили, это в Пустозерске, за полярным кругом это все было, и он сказал, сим крестом креститесь, и вовеки не погибнете, как бы, его напутствие, его завещание, и как бы, поэтому одним из символов старобрядчества является такой, как бы, огонь, как бы, из него рука такая, чшш, такая высовывается, такая, ну, видимо, да, кстати, да, ну, ладно, ну, сгорел парень, да, значит, на рабочем месте, да, вообще, жалко этих людей, конечно, потому что они, вот, знаете ли, из обрядов спорили, из-за обрядов, из-за таких традиций, да, душу свою ложили, ну, а почему, потому что они так были научены, потому что они ничего другого не знали, просто-напросто, да, они в этом видели христианство вообще, представляете, а еще совпало, слушайте, совпало ведь, собор, который, вот, повелел троеперстию о законе, да, о двоеперстии проклясть, проходил в 1666 году, три шестерки к ряду, и говорили, вот, три пальца, 666, на руку, и начало, и плюс еще, царское правительство издало такие указы, в то время, что нельзя ни покупать, ни продавать, ни тому, кто будет не креститься таким персосложением, все, нельзя не купить ничего, ни продать ничего, ни недвижимость, ни хлеба продать, ни купить, значит, вообще, ничего, пока не перекрестишься, а раньше же было вообще, это было, ну, очень было так вот все сурово, религиозно, и говорили точно, число сатанинское, потому что эти писания, некоторые, ну, каким-то боком-припеком, но знали-то эти протопопы, по крайней мере, вот этот тот самый Авакум, один из идеологов, именно, старовер, старобрядчества, ему население очень сильно верило, вообще, этому попу, но он, видимо, был такой, очень такой, ревностный батюшка, так вот, и, конечно, в 1971 году уже, в Москве, на соборе, уже в наше время, знаете ли, русская православная церковь приняла решение такое, значит, как бы снять все эти анафемы, и заявить, что нет разницы, два перста, или три перста, но, миллион людей не вернуть, знаете ли, и, значит, в Калифорнии, я с одной семьей познакомился, он сам из Боливии родом, значит, наполовину русский, из старобрядцев, в Боливии много, и в Латинской Америке, много тоже общин больших, старобрядческих, потомков, староверов, и вот, его мама, она из индейского племени, индианка, а муж из русских, но, который в России никогда не был, и его там пра-пра-прадед, там какой-то, выехал когда-то, его предки выехали, значит, получается, из царской России, еще там в каком, 17-18 столетии, в 18 столетии бежали еще, после Петра уже, через Китай как-то, и попали они, значит, в Латинскую Америку, и там поселились, и живут с тех пор, и, он сам ни разу, он сам наполовину русский, но он ни разу не был в России, но, несколько раз хотел поехать, но, у него обед есть такой, он дал обещание своему отцу, потому что у них в семье там передается такое предание, как бы, по наследству, что, никогда в России не возвращайтесь, то есть, он обещался, как бы, в любую страну может ездить, но в России боится, потому что у него клятва есть такая, в семье, но, вот, настолько трагедия сильная, представьте себе, настолько, вот, как бы, вот этот ужас до сих пор, последствия этого ужаса сохраняются, допустим, не только, что было в перстах дело, там еще там и многие, ну, такие маленькие, незначительные вещи, допустим, два раза петь Аллилуйя, или три раза петь слово Аллилуйя, там, значит, Иисус с одной, или с двумя, и произносить, и писать, там, против солнца, или по солнцу ходить, значит, значит, на крестный ход, там, и все, то есть, обряды, там, наверное, около сотни, вот таких небольших, таких нюансов было, и даже мощам этим святых ломали пальцы, сшивали их троеперстем, чтобы люди могли видеть, вот, теперь новые будут, там Анна Кашинская такая святая была, княгиня, ее раскопали, когда, значит, ну, открыли гробницу, значит, у нее пальцы были двоеперстные, как ни старались ломать пальцы, разломали, но не получилось троеперстя сшить, потому что, ну, она была вся окаменевшая, и поэтому ее объявили не святую, и деканонизация, на этом основании, уже в наше время, все-таки, когда уже, ну, век просвещенный, решили, значит, все-таки ее повторно канонизировать, ее снова объявили святой, то есть, такая история, такая, после смерти ее замучили, то святая, то не святая, то, значит, то снова святая, то есть, ну, да, туда-сюда, вот рейтинг потупадает, то поднимается, да, хорошо, да, и вот, завершу я стихами Александра Сергеевича Пушкина, такими крамольными стихами, он как раз описал эту историю, значит, Иоанна Новгородского, значит, «О чудо, в миксе призрак исчезает, и вот пред ним, с рогами и хвостом, как серый волк, щетиной весь покрытый, как добрый конь, с подкованным копытом, предстал молок, дрожащим под столом, с головы до ног, облитый весь водою, закрыв себя пологом япончи, вращал глаза, как фонари в ночи, «Ура!» вскричал Манасу с усмешкой злою, «Поймал тебя, подземный чародей, ты мой теперь, не вырвешься злодей, все шалости заплатишь головою, иди в бутыль, закупорю тебя, сейчас ее в колодец брошу я, ага, мамон, дрожишь передо мною? Ты победил, почтенный старичок, так отвечал смирехонько молок, ты победил, но будь великодушен, в гнилой воде меня не потопи, я буду век тебе зато послушен, спокойно ешь, спокойно ночью спи, уж соблазнять тебя никак не стану, минуту дай с тобою изъясняться, оставь меня, не будь врагом моим поступок, сей, наверное, наградиться, а я тебя свезу в Иерусалим, при сих словах монах себя не вспомнил, в Иерусалим, девясь, он бесом молвил, в Иерусалим, да-да, свезу тебя, ну, если так, тебя избавлю я, и дальше там написано, старик, старик, не слушай ты молока, оставь его, оставь Иерусалим, лишь ищет бес поддеть святого сбока, не связывает ли тесно дружбы с ним, но ты меня не слушаешь, Панкратий, ну, так его назвал и Панкратий, что значит, чтобы, ну, все понимали, что ты Иоанн тот самый новгородский, берешь седло, берешь черпа, кузду, черпа, кузду, уж по тобою бодрится, черт проклятый, готовится на адскую езду, лети, старик, сев на плеча молока, толкай его и взад и под бока, лети, спеши в священный град Востока, но помни ты, что не на лошака, ты возложил свои почти на ноги, держись, держись, ведь всегда прямой дороги, ведь в мрачный ад дорога широка. Это еще 13-го года, стихотворение еще Пушкина, но оно было запрещенное в Царской России, а потом опубликованное. Хорошо, давайте отдохнем, потом продолжим.